Так, и теперь мы с вами глубоко выдыхаем и готовимся к сообщению Сесилии Болвинкл. Сейчас она подключит, подсоединит нам свой Макинтуш и расскажет нам о общеевропейской кинопрокатной сети Moving Dogs. Я хотел бы сказать следующее. Я в этом зале был столько раз. Это часть моего кинообразования, это часть моей профессиональной подготовки. И кино я показывал в разных обстоятельствах, в разных условиях, в маленьких сельских клубах, в больших кинотеатрах. И, конечно, везде возникают дискуссии, иногда присутствует режиссер, и можем попить вместе кофейку и обсуждать тему фильма, и делать это часами. И это то, чем хороши документальные фильмы, не правда ли? Для создателя фильма иметь эту возможность получить отклик от обычных людей, от людей, которые не являются профессионалами в этом деле и смотрят документальное кино, потому что любят это. Это очень важно, это очень важно. Ну что, готовы? Нет. Ну ладно, мы, конечно, опаздываем, с вами немножко перезаржали время, но ничего страшного, сократим немного обеденный перерыв, потому что, по-моему, у нас кофебрейк можно вместо обеда считать. Спасибо. 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 Здравствуйте. Ну что, и теперь мне хотелось бы поговорить с вами о сети Moving Dogs. и я являюсь проектным менеджером этой сети под заголовок моего доклада создание общеевропейской скрининговой кинопрокатной сети. Таким образом, мы будем говорить о явлении, которое находится в развитии, об институте, который находится в развитии. Сеть была запущена, создана в 2015 году, начала свою работу в 2015 году. Мне хотелось бы поговорить немножко о тех событиях, которые предшествовали запуску сети. И зародился этот проект из сотрудничества с продюсерами греческими. И греки показывали у себя документальные фильмы, а кроме того, организовывали какие-то сопутствующие мероприятия, такие как дискуссии, дебаты, музыкальные концерты. И таким образом, мы решили вывести эту инициативу на общеевропейский уровень, найти партнеров, которые были бы согласны вести эту деятельность. И для нас оказалось возможным создать вот такую общеевропейскую, паневропейскую сеть. И вот с этой идеей мы контактировали с ЭДН, эта идея была представлена ЭДН. И нашей задачей было сделать, как раз расширить количество фильмов, документальных фильмов, доступных к аудитории, и расширить эту аудиторию. И нам, конечно, очень хотелось начать этот проект сотрудничества, посмотреть, куда он может нас завести, к чему он может привести. И, конечно, нам было необходимо создать организацию, напоминающую ЭДН, для того, чтобы у нас был достаточный статус, чтобы мы могли обращаться за финансированием, и чтобы организация была нейтральной, чтобы она могла функционировать под зонтиком этой европейской общей организации. И чтобы организация эта занималась не только показами, но и координацией между партнерами, чтобы это была партнерская сеть, крупная партнерская сеть. И вот на этой основе мы стали заводить контакты с различными партнерами в разных регионах Европы, для того, чтобы подать заявку в Евросоюз, который организовывал соответствующую программу. В 2014 году Евросоюз предложил новую программу поддержки медиа и институтов культуры. В 2014 году был создан проект Creative Europe, творческая Европа, объединявший в себе целый ряд схем поддержки. Нам, конечно, была нужна поддержка в наших предприятиях, связанных с расширением аудитории. Мы хотели создать сеть, позволявшую бы нам охватывать новые аудитории, и расширять охват аудитории, кроме, за пределами, помимо нашей традиционной фестивальной деятельности, поскольку, как мы понимаем, участники фестиваля обычно и зрители фестиваля имеют уже сложившуюся развитую систему интересов. Нам хотелось бы выйти за пределы этого довольно узкого круга. Перед нами список партнеров, с которыми мы установили контакты, с которыми мы сотрудничали до подачи заявки в Евросоюз, на финансирование Евросоюза. Партнеры, как вы видите, самые разнообразные. Это киноклубы, это и дистрибьюторы, и очень широкий круг партнеров. И у большинства из них уже был опыт работы в подобных мероприятиях, в своих странах уже существовала аудитория на территории соответствующих стран. Как вы видите, одним из наших партнеров является шведская сеть Dog Lounge, которую представляет Майя, находящаяся здесь сегодня в зале. И пример этой организации является для нас примером очень ценного и очень надежного партнера. Мотивация у этих партнеров была одна – попытаться вывести свою деятельность на новый уровень, стать участником международной сети и попытать свои силы в организации мероприятий европейского уровня. И, разумеется, они могли бы таким образом претендовать на часть финансирования от Евросоюза, и которое было успешным образом получено, что позволило бы им организовывать показы генеофильмов, организовывать мероприятия, связанные с этими показами. И я знаю, что, может быть, это все общие слова, может быть, это слишком громко звучит, паневропейский, общеевропейский уровень, и какое-то конкретное содержание придать этим словам достаточно трудно. Трудно сделать так, чтобы у таких разных партнеров был стимул работать вместе. Поэтому прошлый год для нас был годом трудным, годом испытаний. И год был очень полезным, потому что нам удалось сформировать какую-то структуру нашей работы, наших деятельностей, нашего взаимодействия. И на протяжении первого года нашей деятельности у нас было 9 основных ключевых партнеров. Все они участвовали в процессе принятия решений. В течение первого года мы бились со следующим вопросом. Каким образом 9 партнеров могут согласовать название кинофильмов? Допустим, потому что у всех есть их... Потому что у всех... А, над названием сети. И поэтому на протяжении первого года нам удалось сформировать определенный уровень заинтересованности среди наших партнеров. Нам стало понятно, каким образом Moving Dogs может функционировать. Администрация взяла на себя значительный объем координационной деятельности. И мы подумали, что гораздо более эффективно с точки зрения организации работы было бы распределение ролей, распределение функций, что позволило бы нам организовывать показы на более широких территориях. И мы решили каким-то образом размешивать наши обязанности. У нас есть семь партнеров, дальше есть ADN, и три партнера, которые занимаются отбором фильмов, и три партнера, которые ведут, соответственно, компанию, продвигают эти выбранные, отобранные кинопродукты. Партнеры, которые организуют показы, скриннинг-партнеры, не получают никакого финансирования, но, тем не менее, они участвуют в семинарах Moving Dogs. Это очень важная часть нашей сети, очень важный компонент нашей работы, и связан он не только с показом фильмов, но и с обучающими мероприятиями. Они имеют просветительскую функцию, расширяют уровень знаний наших партнеров, повышают уровень знаний наших партнеров. Мы обсуждаем, каким образом привлекать социальные сети к дистрибьюторской деятельности, и как использовать эти знания при организации показов, в том числе при работе с другими фильмами, не только теми, которые продвигаются через сеть Moving Dogs. И совместно с центральными партнерами мы работали над вопросами координации нашей деятельности, и привлекали все больше партнеров, которые организовывали для нас показы. Лишь некоторые цели Moving Dogs, которые я хотела бы отметить, во-первых, достучаться до зрительской аудитории, в первую очередь до молодежи. Как это осуществить? Пожалуй, это один из основных вопросов нашей сегодняшней конференции. Один из путей – мы выбираем соответствующую тематику фильмов. Пытаемся выбрать фильмы, которые четко обращаются к определенной проблеме, проблеме, которая волнует молодежь. Вокруг темы мы можем развить дискуссию. Опять-таки, дискуссия на релевантную тему, которая волнует молодежь. Во-вторых, необходимо, чтобы был доступ к этим документальным фильмам. Важно не только осуществлять показы документальных фильмов в крупных городах, но также привозить эти документальные фильмы в маленькие городки, в деревни. Может быть, показы осуществлять не только в кинотеатрах, но, например, в баре или рыночной площади. Таким образом, получится вполне нетрадиционный показ. Но, конечно, не нужно забывать и об обычных показах в кинотеатрах. Необходимо оповестить публику о том, где нужно смотреть фильм, о чем будет фильм. Создавать мероприятия общеевропейского уровня. Это зачастую проблема. Например, несколько партнеров осуществляют показ одного и того же фильма, а потом организуют общую дискуссию, на которой присутствуют партнеры. Если не все, то большинство. Например, главный актер, который играет главную роль, или режиссер приглашены на обсуждение, и таким образом публика пойдет охотнее на обсуждение увиденного фильма. Зрители, безусловно, смогут задавать вопросы. Очень важно, чтобы присутствовала публика из разных стран. Безусловно, нужно оповестить о фильме, чтобы публика знала, чтобы зрители знали, на какой фильм они идут, на какую тематику они будут вести дебаты после просмотра фильма. Возможно, таким образом у них есть возможность заранее подготовиться. Новые способы аутрича, новые способы достучаться до аудитории. То есть, например, может быть, маркетинг нужно осуществлять не только посредством социальной сети Facebook, а может быть, есть еще какие-то способы при этом помнить о том, что все должно быть сделано своевременно и привлечено как можно больше людей. Может быть, нужен какой-то новый координатор, который мог бы научить нас в работе аутрич. Я уже говорила о том, что немаловажно осуществлять работу между партнерами, чтобы партнеры обменивались опытом, информацией. Вот примеры фильмов, которые мы выбрали в прошлом году и в этом году. Не знаю, может быть, кто-то из вас уже знает эти названия, но по названию можно, по крайней мере, какие-то общие идеи получить с того, какие фильмы мы выбирали. Вначале мы думали выбрать три фильма, пять фильмов, но из-за того, что вставали проблемы с авторскими правами, с правами, которые уже отчасти были проданы, в итоге мы просто увеличили список, который оказался в каталоге. Необходимо было, чтобы фильмы затрагивали определенные темы. Необходимо было иметь фильмы, которые были бы интересны для молодежной аудитории. Как, например, шведский документальный фильм, посвященный хип-хоп-танцорам из Швеции же, который был, по крайней мере, по названию, был бы интересен молодежи. Как я уже говорила, что для 2016 года мы решили поступить подобным образом. Три партнера работали над тремя определенными фильмами, то есть были три фильма для Windows 2016 года. Два фильма «Самый длинный забег» и «Дома во всем мире», потому что они нарисуют одну и ту же тему. Я позже поговорю об этих фильмах, и позже поговорю о том, какие у нас на них планы. Хороший американец, правильный американец сейчас показывают «Становясь Златаном», третий фильм – это фильм о футболе. Это «Биопик», но сейчас я пока об этом говорить не буду. «Самый длинный забег» и «Дома в мире» – речь идет о беженцах, которые окажутся в Европе в результате кризиса. «Самый длинный забег» – там протагонисты два мальчика, которые оказались в тюрьме в Греции. Дома во всем мире действия фильма происходят в школе в Дании для детей-беженцев. Сейчас я вам покажу трейлеры фильмов, то есть у вас будет общая идея, о чем эти фильмы, если у меня получится, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Они увидели, что я торговец с людьми и испугались, что я переправляю людей. Они подрушились в тюрьме, пока ждали своего приговора. Не волнуйся по поводу меня. Тюрьма. Никто меня не навещал уже в течение полутора лет. Приговор был довольно жесток в обоих случаях. Мне угрожали. Брат пообещал, что найдет адвоката. Обещали приговор на 20-25 лет. В итоге они не виновны. В итоге они не виновны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ты помнишь? Помнишь Афганистан? Немножко. Беженцы приехали в Данию. Ты о чем-нибудь мечтаешь, да? В 2940 из этих беженцев были детьми. Тебе снятся кошмары? Да. Школа Красного Креста. Готов нам переводить в нашей школе дети со всего мира. Из разных семей. Я учу их, как выжить в Дании, если они смогут остаться в этой стране. Школа для беженцев в Дании. Самые обычные дети. Что происходит? Мне украшали ножами пять мужчин. Так в футбол не играют. Моя мама плачет. Совершенно необычная ситуация. В мечтах ты можешь все, что угодно. Только не бойся. Ты можешь стать тигром. Можешь быть с кем хочешь. Некоторых отправили обратно домой. А что произойдет, если тебя отправят домой? Меня либо расстреляют, либо отправят в тюрьму. По крайней мере, на 15 лет. Лучше бы меня расстреляли, чем сидеть в тюрьме 15 лет. Но некоторым повезло. Они остаются в Дании. И попадают в датскую школу. Пират? Да, немного. Спасибо. 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 В сентябре мы вовсю обсуждали кризис беженцев. У нас один из наших партнеров – грек. И как раз он был ответственен за эту дискуссию. Вот только некоторые шаги, которые мы предприняли, чтобы сообщить об этом кризисе. В среду был кинопоказ организован в Афинах, где показали фильм, трейлер, который мы увидели дома в мире. И после этого была дискуссия с преподавателями, которые работают в школах, в лагерях беженцев, с представителями ЮНИСЕФ. Также участвовали партнеры со всего мира. Потом, посредством социальной сети Facebook, также происходила более длительная, более развернутая дискуссия после фильма. И так как на помощь пришел всемогущий Facebook, те партнеры, которые не могли присутствовать в живую, могли связаться с нами дистанционно. Полагаю, что в итоге 32 тысячи человек было охвачено и приняли участие в дискуссии. И посредством Facebook была возможность задать вопросы, как в зале заседания в Афинах, так и посредством Facebook. Мы также создали компанию по краудфандингу для того, чтобы собрать деньги и помочь этим школам для беженцев. Мы также установили международные партнерства УНИСЕФ и Аль-Жазира, английской частью канала Аль-Жазира, для того, чтобы нам помогали продвигать фильмы. В этом же месяце EDN также выпустила документальный фильм «Месяца». А вот этот вот фильм «Самый долгий забег» мы выложили на сайт EDN. Это очень важно, потому что как раз документальные фильмы EDN продвигает. Другой фильм, который мы показывали, называется «Хороший американец». Я покажу вам коротенький трейлер, для того, чтобы вы поняли, о чём примерно будет фильм. Было совершенно очевидно, что мы создаём самый сильный инструмент, мониторинговый инструмент, который может следить за всем миром. Это крохотная исследовательская организация, у неё появился ключ к информации по всему миру. И потом решили программу просто закрыть. Это политический трейлер о наблюдении, о том, как собираются данные обо всех нас. Если бы такую программу не приостановили, существует спекуляция, что, может быть, удалось бы предотвратить теракт 11 сентября. То есть ведь этот фильм посвящён тому, как собирается информация, как осуществляется наблюдение за людьми. И есть ли какие-то альтернативы работе большинства правительств на сегодняшний день? Наш партнёр — это Шотландский институт документального кино. Показ этого фильма произошёл в Брюсселе, то бишь в сердце Европейского Союза. Потом была встреча с режиссёром, с актёром. Была встреча с представителем английской газеты The Guardian. Материалы, которые были использованы для создания этого фильма. И очень важно было, чтобы говорил на встрече человек, который действительно писал о таких событиях, которые освещены в фильме. Это очень важно, потому что люди, которые пришли на встречу, понимали, что какую-то новую информацию они получают. Я уже говорила о некоторых проблемах, с которыми сталкиваемся в нашей работе. Если у нас слишком много основных партнёров, как они могут между собой договориться? Проблемы, соответственно, с координацией. Проблемы возникают и на уровне выбора фильмов. Какие-то партнёры, каждый выбирает тот фильм, который импонирует им. То есть, конечно, все понимают, что нужно выбрать очень хороший, замечательный, фантастичный документальный фильм. Потом может возникать также проблема с тем, чтобы получить европейские права на этот фильм. Вот этот вопрос с правами очень часто лимитирует возможности организованной работы партнёров. Потом у партнёров могут быть свои какие-то, своё расписание, своё свободное время. То есть, очень тяжело договориться, когда будут осуществлены показы и мероприятия. Очень тяжело также найти общие европейские организации, которые могли бы стать полноценными партнёрами, достучаться до этих организаций, потому что у всех этих организаций есть какие-то национальные офисы, офисы в определённой стране, но выйти на общий европейский уровень тяжело. У нас в некотором роде есть две... И нам, пожалуй, очень тяжело выделить те интересующие темы, которые привлекут публику, чтобы они пришли и смотрели наши фильмы. То есть, нам приходится каким-то образом вырабатывать параллельные стратегии коммуникации с разного рода аудиториями. Всё это значит, что у нас просто очень много работы. Если вначале мы были абсолютно оптимистичны, теперь мы понимаем, что у нас просто очень много работы, с которой мы не справляемся, что тоже представляет из себя своего рода проблему. Какие у нас планы на будущее? Мы уже получили финансирование от Евросоюза на следующий год. Конечно, проблема в том, что мы очень зависим от этого финансирования, но на следующий год мы его уже получили. Мы постараемся организовать больше мероприятий в следующем году, в том числе дистанционных мероприятий. Будем продолжать работать с нашими партнерами для того, чтобы они смогли обмениваться информацией, опытом. Я очень надеюсь, что нам удастся сделать видео-он-деменд, то есть видео-потребование выпустить фильм в таком формате на общеевропейском уровне. Надеемся на то, что нам удастся достучаться до молодежной аудитории. И надеюсь, что сможем найти какие-то инновационные подходы к продвижению фильмов. Я всего лишь координатор, поэтому хороших идей вам, наверное, здесь не выдало никаких. И не могу сейчас говорить об инновационном продвижении фильмов. Но я очень надеюсь, что какие-то прочие сотрудники, может быть, у них появятся новые блестящие идеи, и вместе с ними мы можем прийти к каким-то новым, найти новые пути инновационного продвижения фильмов. Но мы работаем, мы пытаемся определиться с этой структурой организации. Очень надеюсь, что следующий год будет плодотворным. Пожалуйста, загляните на наш веб-сайт, вот его адрес, потому что там приведены все наши партнеры. Я очень рада, если вы ко мне напрямую обратитесь. Вот мой e-mail с любыми вопросами. Пожалуй, уложилось. Прекрасно. Все эти молодые девушки всегда четко-четко по времени укладываются. Ирина, наверное, хотела бы, например, принять участие в вашей сети Movie&Docs. Можно? Да, конечно. Да, конечно, мы очень рады новым партнерам, скрининговым партнерам. Эти партнеры, которые организуют кинопоказы по всему миру, для нас очень важны. Более того, скрининговый партнер может быть не обязательно из Европы. То есть русский скрининговый партнер вам нужен? Да. Русские участники в ваших семинарах нужны вам? Например, семинары, посвященные аутричу? Да, если вы станете официальным скрининговым партнером, вы сможете принимать участие в наших семинарах. К сожалению, бюджет у нас очень небольшой, но что-нибудь придумаем. По поводу денег и по поводу создателей кино, что это очень важный вопрос денег. Чем занимаюсь я? Для некоторых фильмов мы составляем общий контракт, совместный контракт. Правообладателем может быть продюсер, который представляет сразу несколько территорий, нескольких стран. Самое большое было пять стран. У нас были примеры, когда правообладатель был из Португалии, из Кипра, из Греции. Там очень большие проблемы с правами. Все зависит от конкретных партнеров. Какие-то партнеры платят за показ, какие-то не платят за показ. Все зависит от территории, от страны, от партнера конкретно. Фильм, который называется «Самый длинный забег». Все могут здесь его посмотреть? Если фильм выложен в EDN, то онлайн его могут посмотреть только члены EDN. Есть еще вопросы, комментарии? Спасибо за презентацию. Очень интересный опыт, на мой взгляд, таких показов. You hear the translation? У меня есть комментарии по поводу ваших фильмов. Просто, может быть, не все знают, но вот фильм о Златане выходил в России в прокат на 20 копиях, преимущественно в Москве. Но вот я сейчас посмотрела по цифрам, он собрал 12 тысяч евро в прокате. А фильм «Good American» был у нас на фестивале «Докер», была российская премьера. Так что мы с вами чуть-чуть совпадаем в программировании. У меня вопрос. Сколько по времени вы готовите одно такое большое событие? То есть за сколько вы начинаете готовить аудиторию, анонсировать? Ну вот такое масштабное событие. Сколько вы прям реально времени тратите на подготовку? Ну, мне кажется, по-моему, фильмы были отобраны в феврале. В апреле состоялся семинар, где эти фильмы фигурировали в качестве кейсов для обсуждения. И теперь фильм о бешенцах, и «Хороший американец» выходит в прокат. Мы их собираемся показывать в следующем месяце. Еще комментарии есть? Ну, может быть, гильдия документального кино смогла бы стать нашим партнером. Как вы считаете? Ну, наверное, можно. У нас тоже вопрос с правами неоднозначно решен. В частности, фильмы, которые поддержаны государством, Министерством культуры. Вот там обсуждались эти вопросы, да? Хотел добавить, но вот воспользуюсь случаем. И сейчас это тоже будет по теме. У нас в контрактах с Министерством культуры уже записано, что мы обязаны предоставлять простую, не исключительную лицензию Министерству культуры для общеобразовательных целей и в целях популяризации отечественного кино. То есть, в принципе, они у нас в любой момент могут взять фильм и показать его. Ну, понятно, что они не могут его разместить на телеканале или пустить в коммерческий показ. Но, допустим, сформировать программу из своих фильмов из Министерства культуры само Министерство культуры может, и мы им обязаны отдать это бесплатно. Это будет считаться популяризацией национального кино. В свою очередь я хотел спросить, вот как раз эти вопросы. Вы так сказали, что кто-то платит, кто-то не платит. На самом деле, так как вы занимаетесь действительно уже прокатом, и я так понимаю, в нем экономическая составляющая имеется, то вот партнеры скрининговые, они входят в партнерство и что-то платят вам за то, что вы даете им фильмы. И что получает продюсер, который тоже дает вам фильм в эту программу. То есть, вот, если можно, немножечко поподробнее о взаимоотношениях партнеров, я понимаю, что на базе самого MovingDocs. Ну, например, если вы скрининг-партнер, прокатчик, то вы получаете финансирование с центрального бюджета MovingDocs, и затем вам необходимо будет потратить, вам необходимо иметь определенный бюджет расходов в вашей стране, потому что в соответствии с требованиями Евросоюза необходимо, в общем-то, всегда одобрение на средства, на расходование средств на соответствующие территории. Ну и, кроме того, наши партнеры получают определенные фонды для того, чтобы оплачивать показы свои. И если проводится определенное мероприятие в связи с показом, приглашают, допустим, персонажа, приглашают режиссера, или там организуют, я не знаю, дегустацию еды какой-нибудь, которая показывается в этом фильме, то под это тоже можно выбить определенное финансирование, да, предоставляется. Да, мне кажется, что в вопросе, да, звучала тема денег, да, звучала тема конкретных сумм, ага, ну, в принципе, суммы разнятся от партнера к партнеру, от года к году. Мне кажется, что наши скрининг-партнеры в следующем году получают порядка 2000 евро для того, в компенсацию оплаты за показы. И есть определенные еще средства, выделяемые на мероприятия с участием, допустим, режиссера или героя фильма. И, да, если Европейский Союз даже развалится, то в этом случае финансовая поддержка документальной сети будет каким-то образом оказываться, вне зависимости от того, что будет в Европе происходить, и это хороший очень момент. Есть еще какие-то вопросы у наших участников? Если нет, мне хотелось бы благодарить Сесилию. Она еще здесь будет долгое время, и можно будет задавать вопросы. А теперь давайте прервемся на обед и встречимся здесь через час. Спасибо.